Итак, что такое вообще шаманизм? Я вам сейчас быстренько расскажу. Ребята, да, наверное, я разобью свое видео на две части, и если там не будет ни здрасти, ни до свидания, ни обессудьте, просто очень долго там, полчаса тоже никто не будет слушать. Итак, что такое вообще шаманизм? Шаманизм — это одна из самых первых человеческих религий, может быть, даже самая первая. Ее концепция, в общем-то, достаточно проста. Заключается в том, что все на свете имеет душу. Каждый кустик, каждый камень, каждое дерево, растения, животные, птицы, человек — все имеет душу абсолютно, начиная от камней и кончая от человека. А устройство мира таково, что мир разделен на три части. Это небо, где обитают добрые духи. Это средняя часть, это земля, где обитают все люди, птицы, звери, растения, камни. И кроме этого, духи рангом поменьше, которые бывают и добрые, и злые. Некоторые действуют хорошо, некоторые действуют плохо на человека, на окружающий мир, на погоду, на животных, на все. И третий слой — это подземный мир, где обитают злобные духи, а также умершие души и души, еще не родившиеся. Вот такое вот устройство мира в шаманизме. И есть шаман. Шаман может быть только тот, кого выбрали духи. То есть это не может быть назначенный человек. Не может быть просто вот я хочу стать шаманом, и я буду. Обычно шаманом становится тот, в чьем роду уже есть шаманы. И человек, который вынужден стать шаманом, именно вынужден, иногда даже против своей воли, он уже начинает чувствовать в себе что-то, то есть духи дают как-то о себе знать. И он там начинает что-то видеть, слышать, совершать какие-то ненормальные, с точки зрения других людей, поступки. И отказаться от этого он не может, от своего вот такого предназначения. Если он откажется, будет все очень плохо. И ему будет плохо, и окружающим людям, племени будет плохо, вообще все будет очень плохо. Отказаться он не может. Вот такова концепция шаманизма. Я рассказала, чтобы было понятно в дальнейшем, почему все-таки я здорово ошиблась в этой вот шаманке. А, да, еще, что еще? Именно в Бурятии издревле он был шаманизм, то есть шаманизм был почти по всей Сибири, также в Америке, в Северной, в Южной, ну, в Африке, ну, практически везде, где бы ни жили люди, вначале это был шаманизм с той или иной концепцией. Ну, может быть, конечно, в Южной Америке, в Северной там было немножко по-другому, там было по-другому устройство мира, то, как мир создавался. А я рассказываю именно вот про Сибирь. Северную, Южную Бурятию, это Южная Сибирь. И вот именно в Бурятии, откуда была родом эта Люда, именно там, чуть позже, где-то, наверное, в 15-м или 16-м, в 16-м веке пришел буддизм. Буддизм. И у буддизма другие концепции, я не буду, опять же, тут подробно рассказывать, ну, это всем известная реинкарнация душ. Помните, еще Высоцкий пел? Если жил ты, как свинья, окажешься свиньёю. И если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 300 лет, пока помрешь. Что-то в этом роде. То есть про реинкарнацию душ, я тоже думаю, все знают абсолютно, еще начиная с песен Высоцкого. И еще в буддизме то, что до того, чтобы достичь какого-то просветления, надо медитировать. То есть вот медитация. Этого в шаманизме нет ни одного, ни другого. То есть только шаман, сам шаман, он может войти вот в этот транс, то есть какую-то медитацию своего рода, и путешествовать между вот этими тремя мирами, верхней, средней, нижней, чтобы найти этого духа, который ответственен за такое безобразие, которое делается. Или же там животные болеют, или человек заболел, или с погодой что-то совсем плохо, или, как говорится, крикодил не ловится, не растет кокос. Вот надо найти духа, ответственного за все это, или же поговорить с ним, убедить, или же сразиться и победить. И вот в зависимости от успеха и определяется, сильный шаман или же не очень. И каково будет уважение к нему, у соплеменников. Друзья мои, здравствуйте еще раз. Верите, не верите, третий раз начинаю я вам что-то рассказывать. И третий раз, то ли техника подводит, то ли еще что-то. Все, что я предыдущий раз вам рассказывала самозабвенно, у меня не записалось. Ну вот и скажите, что нету лесных духов. Так что я продолжаю третий раз что-то записывать. И, естественно, третий, как говорится, фоновый план. Ну, я постараюсь быстренько, не задерживая, рассказать, чем же там закончилась моя поездка к шаману. Итак, поехала я к шаманке. Поехала, приехала. По указанному адресу... По указанному адресу был дом на окраине небольшого поселка. Новый, хороший дом, недавно построенный. Даже прилегающая территория еще не была облагоустроена. И там жила семья бурятов. Там же обитала и Люда. Я немножко удивилась. Ну, а как же так? А где место для костра, для каких-то там таинств? Потому что все это достаточно открытое. Целая улица таких новеньких домов, недавно построенная. Ну, Люда мне объяснила, что ничего этого не надо, это все не обязательно. А вот вполне достаточно, что она тут проведет некое таинство, и все будет хорошо. Да, для того, чтобы было все окей, мне надо было привезти с собой молоко, водку, сигареты, какие-то конфетки печени и какую-то мелочь, мелкие деньги. Все это я отдала людям. Она отвела меня на второй этаж этого домика, где была спальня. Усадила за стол. Села напротив меня, взяла все, что я привезла. И велела мне сесть удобно на диван, расслабиться и постараться погрузиться в медитацию. Ну, для меня это совершенно нереальная вещь. Никогда на меня ничего подобного не действовало. Но я решила не сопротивляться, потому что я где-то слышала, что, в общем-то, это нехорошо сопротивляться. Надо вот, как говорится, расслабиться, отдаться на волю вот этих духов или чего-то там. И хотя я так уже сильно засомневалась во всем этом, но я, тем не менее, так и сделала. А так, пока я тут стою, я вам покажу вот этот вот цветочек. Называется «Сон права», народное название, или же «Прострел весенний». Один из первоцветов. Они уже отцветают. Вот такой симпатичненький, пушистенький у него, пушистенький у него стебелечек такой. Итак, Люда налила в миску мое молоко. Села напротив, прикрыла глаза рукой. Да, она одела какой-то национальный костюм, не полностью, но такую шапочку национальную одела с такими висючками. И сказала, что она будет смотреть мое прошлое. Ну, хорошо, Кэй. Она стала смотреть на это молоко. Я уже как-то поняла, что как бы цедура Тейлона, и что нету тут никаких таинств, что у человека бизнес такой. Ну, поскольку уже, как говорится, никто меня сюда насильно не тащил, никто из кармана насильно мои деньги не вытягивал, сама виновата, ну, значит, уже постараюсь расслабиться и получить максимум удовольствия из всего этого действия. Ну, во всяком случае, не удовольствия, во всяком случае, максимум интереса из всего этого действия. Она посидела-посидела, что-то бормотала, потом открыла глаза через какое-то время, сказала, чтобы я просыпалась, но могла бы не говорить. Я честно сказала, что я и не засыпала. И сказала, что да, вот, видела мое прошлое. И в прошлом я была каким-то высокопоставленным священником. Что меня очень-то удивило. И сказала, что вот, очевидно, какие-то мои теперешние неприятности, они проистекают из моего прошлого. Ну, что тоже было мне не вполне понятно. Ну, и тут я, хоть и дала себе слово не умничать, но все-таки надо какие-то вопросы задавать. И я спросила, а вот эти предыдущие превращения, реинкарнации, они происходят поочередно, по времени, или же одновременно, то есть в один и тот же участок времени существуют какие-то предыдущие превращения душ. Она мне сказала, да, вопрос хороший, как она сказала. И что да, это все одновременно, это начало что-то говорить про параллельные вселенные, все такое, все такое. Окей, хорошо, а почему же тогда только вот одна из моих предыдущих реинкарнаций влияет на мою теперешнюю жизнь? И какая именно, как узнать, какая именно? Она опять замялась и что-то начала говорить, ну, невнятное, прямо скажем, такое, что ни да, ни нет. Короче говоря, ушла от ответа. Но я не унималась и спросила, а почему же она как-то смешивает буддизм и шаманизм? Что это, в общем-то, разные религии, и у них разные доктрины, у них разная основа, разное видение мира. Она мне очень сказала удивительную вещь, что шаманизм — это не религия, и что можно принадлежать к любой религии, но быть шаманом. Тут я совсем обалдела и говорю, ну, так значит, можно быть христианином и шаманом одновременно. Но тут уже Люда как-то запнулась, замялась, и как-то, ну, это так, немножко сложно. Но выходит, что да. Ну, тут я совсем, конечно, посмеялась сама над собой, еще раз сказала, дура ты, Илона, ну, уже делать нечего, надо досматривать действия до конца. Она расспросила меня про мою жизнь. Я сказала, что да, очень люблю природу, долгие годы работала лесником, неплохо разбираюсь, ну, во всяком случае, в нашей вот природе. И она что мне сказала, что да, да вы ведете жизнь шамана, а вы не замечали в себе каких-то вот таких вот проявлений этого. Вы же по сути уже шаман. Ну, надо сказать, это лесно, иметь какие-то какие-то сверхъестественные способности, слышать разговор духов, леса, камней и животных. Но, надо сказать честно, нет, ничего подобного я в себе не слышала. Все, что я знаю от природы, это просто потому, что я знаю, потому что это знания, основанные на опыте, на образовании, на здравом смысле, не более. Ну, и она так сказала, ну да, да, ну как-то так она это оставила эту тему, не стала меня дальше алитировать за шаманство. И решила, что надо теперь уже приступить к главному. Спросила, чего я хочу. Я ей сказала честно, перечислила какие-то свои желания, она вот только и сейчас, она будет кормить духов. Она будет кормить духов, духи прилетят. Но, почему вот я их не увижу, потому что у духов страшные морды, и чтобы не напугать людей, они прилетают вот только к посвященным, то есть к шаманам. Если уж даже верят, что есть какие-то духи, душа дерева, душа природы, ну, явно, что морд у них нету никаких, ни страшных, ни не страшных. Ну, я опять же, не стала умничать, что там уже выпендриваться. Стала смотреть дальше. Люда открыла окно на втором этаже и начала через подоконник осыпать крошки печенья, конфетки, мелочи дать. Вылила остатки этого молока, попрызгала немножко водки, покрошила сигарет туда же, все это такое вот, поскольку это был, в общем-то, городок. и на противоположной стороне тоже были дома, на противоположной стороне, в окне второго этажа, смотрел мужчина, удивленно, широко открыв глаза, не понимая, что происходит. Ну, мне это все было, конечно, смешно, но я держалась. Покончив со всем этим, она отдала мне остатки всего, что я привезла, велела все это употребить со временем, но я сказала, что с водкой, сигаретами будут проблемы, поскольку вряд ли я их употреблю. Ну, она сказала, ничего страшного, пускай просто стоит у меня в доме и все будет хорошо. Итак, с тем я, да, еще что она мне сказала, обязательные условия, надо три дня, полы не мыть, мусор не выносить, ничего никому не давать из дома. Также она дала мне маленькую брошюрочку, печатную, за ее авторством, и сказала, чтобы я непременно это прочитала, и что дала мне свой сайт в интернете, и чтобы я туда заходила, и чтобы обязательно медитировала, потому что именно от моей медитации будет зависеть результат. Так, пока я тут стою, ребята, смотрите, какой строчочек красивенький, хорошенький, но я его собирать не буду, потому что он ядовитенький, и мало того, он уже старенький, такой темный, и он так в единственном экземпляре, да еще старенький, не буду я его там, 125 раз варить, и потом что-то есть, непонятно что, пусть растет, споры дает. Вот. Приехав обратно, после всего этого, я, ну, я уже не помню, что я там, ну, полы явно, я три дня не мыла, там не собиралась, они еще были чистые, никому я там ничего вроде не давала. Вот. медитацией я тоже не занималась, но это бессмысленно. Но я узнала, что оказывается, наша госпожа, она же тоже теперь у нас шаман, она приехала в следующий раз в таком платье, красивом, темное платье в пол, на груди такая блестящая, бляха, крупная, для того, чтобы нежелательных духов отгонять. И теперь эта Людмила стала к ней приезжать и учить нашу госпожу шаманству. То есть она набирала себе учеников. И, как я уже говорила, после того, как я побывала у этой Людмилы, я засела за интернет, я выискала все, все мыслимые источники, что можно было про шаманизм, выяснила, что это очень распространено нигде-нибудь, а в Москве и вообще в России. Смешно, конечно, сказать. Я понимаю, если бы это где-то была Сибирь, там Дальний Восток, где-то, но это именно шаманы всех мастей именно в Москве. Полно всяких курсов. Но вот эта Людмила, она такая, как я поняла, очень-очень успешная в этом отношении, потому что ее клиентура была Москва, Париж, Нью-Йорк. Она ездила между этими городами, может быть, где-то еще. И, наверное, это было очень выгодно мотаться туда-сюда. Ну, надо ли сказать, что ни одно из моих пожеланий не сбылось. И через какое-то время опять приехала эта Людмила и сразу подошла ко мне. Ну, как дела? Что там? Она очень приятная женщина. Я к ней прекрасно отношусь. Я была очень доброжелательна. Я засмеялась. Я говорю, Людмила, ну, потихоньку, дабы не отпугивать ее клиентов. Ну, я не собиралась разрушать ее бизнес. Я говорю, Людмила, ну, нет, нет, я не медитировала и ничего из того, что я хотела, не сбылось. Вы бы видели, как она от меня отшатнулась. Моментально, просто, как от прокаженной. И потом, все время, пока я помогала на кухне, как обычно бывало, когда хозяева приезжали, когда много гостей, я должна была помогать на кухне в том числе. Она меня, можно сказать, избегала. То есть, она, наверное, поняла, что я буду задавать неудобные вопросы и, не дай бог, какие-то претензии, хотя никаких претензий я к ней не собиралась предъявлять. Вот так. Так что, друзья, это все окей. как говорится, на ошибках учатся. Ну, правда, тут же обычно добавляют, что умные учатся на чужих ошибках, а дурак-то на своих. У меня как-то все больше получается на своих. Ну, и то, лучше, чем ничего. Почему, я так думаю, мешает она, не только она, я думаю, что все такие же шаманы, городские, как говорится, европейские, почему мешают шаманизм и будуизм? Потому что это проще, потому что шаман, он должен путешествовать между мирами, победит дух, а победит, а не победит, значит, плохой шаман, все, авторитет падает. А тут вот, как говорится, сам виноват, плохо медитировал, ага, ничего не получилось, надо было хорошо медитировать. А если что-то получится, о, духи помогли. Ну, безотказный такой стопроцентный прием. Итак, что я могу сказать, друзья, не поддавайтесь на происти шарлатанов. Учитесь на чужих ошибках, на моих. Всего вам самого доброго и до свидания.